МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы «Автошкола-фаворит». С нами все дороги принадлежат вам. Здравствуйте! В эфире программа «Неделя спорта» в студии Наталья Зайцева. На этой неделе вся страна праздновала День Победы. В стороне не остались и спортсмены, которые свои победы посвятили участникам военных действий. Эстафета Победы. Школьники пробежали. Легкоатлетический кросс. Спортивные будни рабочих. Спартакеада трудящихся определила самых активных работников. Игры под открытым небом. Волейболисты отыграли первый уличный турнир к Дню Победы. Скоростная велогонка. Марафон между селами Уссурийска объединил велосипедистов Приморья. Молодые легкоатлеты отметили День Победы спортивными соревнованиями. Уссурийские школьники бежали эстафету на городском стадионе. Эстафета Победы. На городском стадионе прошли соревнования в честь празднования 9 мая. Друг с другом соревновались юные легкоатлеты-школьники. У нас проходит сегодня традиционная легкоатлетическая эстафета. Среди школьников, которую мы проводим ежегодно, посвящена она Победе Великой Отечественной войне. В этом году 71-я годовщина. И вот мы приурочили это мероприятие сегодня. На дистанцию вышли команды по пять человек. Каждый участник нес эстафетную палочку по 400 метров. В день стартов погода не помогала спортсменам. Иногда приходилось бежать против фетра. Но молодежь боролась за победу, несмотря на трудности. 200 метров пробежал. Останавливается тяжело дышать, но все равно стараешься бежать быстрее. Но попытался, первый пробежал, первый стартанул. Участников было больше 160 человек. В прошлом году на пьедестал почетов зашли ребята из 29-й гимназии. И на этот раз ее воспитанникам не терпелось повторить успех. Соперники наступали на пятки, но гимназистам вновь удалось отвоевать золото. У нас был четвертый забег. В основном там были самые сильные команды. То есть 133-я там школа, 29-я. Наши самые, как говорится, самые соперники. В общем, наши основные. Но мы выиграли. На втором месте парни из 133-й гимназии. Бронза у 32-й школы. У 29-й гимназии двойной успех. Ее девушки тоже первые. Вторыми к финишу пришли воспитанницы 29-й школы-интерната. Третье место у 14-й школы. Еще одни соревнования к Дню Победы прошли уже среди игроков в пинг-понг. Турнир «Дети войны» стал 10-м юбилейным в этом году. В 2006-м впервые в Уссурийске объединились игроки, которые родились в тяжелые военные годы. Теперь бок о бок с ними играет и подрастающее поколение. Перенимает опыт. Теннисисты, которые родились в годы войны, ежегодно встречаются на Уссурийском турнире. В их детстве шла борьба за выживание. Теперь за спортивную победу. Соревнования появились благодаря активисту и заядлому игроку в пинг-понг Анатолию Серафимовичу Коваленко. Организатор в этом году не смог сам присутствовать на турнире. Но другие игроки и единомышленники хорошо помнят, как прошел первый турнир «Дети войны». И было это 10 лет назад. На первом турнире было 10 человек. 10 человек, но, к сожалению, у нас есть такие люди, которых уже нет в живых. Может, вот, там вот такая крапивницкая Тамара Федоровна, она год назад покинула. Теннисистка такая, преданная теннису была. Ну, сегодня вот муж ее будет выступать. Сегодня по соседству с пенсионерами играют и дети. Школьники перенимают опыт у более мудрых напарников по столу и набивают руку в настольном теннисе перед закрытием учебно-тренировочного года. Раз в год трудящиеся позволяют себе мериться не только показателями в работе, но и силой. В мае коллективы объединяются в спортивные команды, чтобы доказать свое превосходство на спартакеаде предприятий. В этом году вновь один майский выходной стал днем баталий между рабочими. Спартакеада трудящихся взяла старт в чаши бассейна «Чайка». Это неизменная отправная точка соревнований для рабочих коллективов. Право начать день состязаний всегда у женщин. Своей дистанцией в 25 метров вольным стилем дамы зарабатывали первые очки для команд. Затем к ним присоединились мужчины. Они плыли 50 метров. В 2016 году в спартакеаде предприятия, организации, учреждения принимают участие 12 команд. Это число у нас всегда стабильно, но некоторые команды, конечно же, меняются местами. В прошлом году принимала участие 25-я школа. В этом году к нам присоединилась команда «СЖД». Обсохнув после первого испытания, коллективы предстали на торжественном построении. Ежегодно работников приветствует глава округа Николай Рудь. Особая, конечно, благодарность – это вводительные предприятия, которые ведут здоровый образ жизни. И тем самым мы видим коллективы, которые сегодня представлены здесь, неравнодушные к спорту на территории Северского городского округа. В этом году призов на один больше. Вместе с привычными местами на пьедестале спортсмены разыграли еще один приз. Его учредил депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей Ищенко. Компания «Никольс» сегодня очередила приз, который будет призываться за честную игру, за честную компанию, за моим всему всему всему. Поэтому желаю вам хорошо участвовать и заниматься дальше с тобой. С выступления групп поддержки началась борьба в стенах спорткомплекса «Локомотив». Уже несколько лет подряд на лучшую команду чирлидеров претендует два коллектива – «Ледовая арена» и «Дальторгсервис». Зажигательные танцы на площадке вскоре сменил пыл и азарт волейболистов. Борьба шла за золото спартакиады. Награду высшего достоинства хотели присвоить представители электросети и РЖД. В упорной схватке победу одержали более опытные спортсмены, которые выступали за энергетиков. Еще одна игровая дисциплина на спартакиаде – мини-футбол. Лучшей футбольной дружиной судьи признали игроков ОЛРЗ, которые в финальном матче одолели команду РЖД. Вокруг футбольных площадок шла борьба в дисциплинах королевы спорта. Спортсмены соперничали в беге и прыжках в длину. Другая часть команды время зря не теряла и очки зарабатывала. В зале традиционная дисциплина спартакиады – дарт. По соседству точные удары ракеткой отрабатывали игроки в настольный теннис. Мы тренировались, мы тренировались в стрельбе, в волейболе тренировались, в бомбинтоне, выкраивали время. В принципе, руководство шло нам навстречу, мы арендовали площадки, тренировались, старались. В этом году программу спартакиады дополнили две новые дисциплины. Команды соревновались в кроссфите и бадминтоне. Некоторые игроки впервые всю команду увидели только в день соревнований. Но это не помешало им добиться хороших результатов на спартакиаде. Мы – организация одна, но работаем на разных объектах, и мы здесь встречаемся, и чем-то делимся впечатлениями, общаемся. Конечно, это сплочает наш коллектив. Среди предприятий, где работают больше ста человек, титул самого спортивного. Вернула себе команда ОЛРЗ. На год их с лидерской позиции сдвинули работники электросети. А вот среди предприятий с численностью до ста человек победитель неизменен. Уже несколько лет. Команда компании «Водолей» вновь на вершине. Специальный приз от Сергея Ищенко за честную игру и участие в спартакиаде без легионеров получили работники скорой помощи. Охладим пыл в бассейне. Федерация водного пола закрыла учебно-тренировочный год большим турнирам. Уссурийск принимал спортсменов со всего Приморского края и Хабаровска. Водные баталии прошли в школе номер 25. Для местных ватерполистов основным соперником стала команда из соседнего края. Водными схватками уссурийские ватерполисты завершили учебно-тренировочный год. Местные игроки тренируются в бассейне 25-й школы. Там они и приняли гостевые команды. Сотня спортсменов участвовала в водных поединках. Команды выступали в трех возрастных категориях. Я сначала даже не знала об этом виде спорта. Меня просто пригласили попробовать. Я попробовала, мне понравилось. Дал, дальше начал заниматься. Ну так, по-двоему, физически этот вид спорта помогает хорошо развиваться? Да, очень хорошо. Спортсмены играли 4 сета по 8 минут чистого времени. На реализацию атаки команде дается полминуты. Если пас не пройдет, мяч может оказаться свободным на воде между воротами и центром поля. В такие моменты вратарь старается перехватить снаряд быстрее нападающих. Для того, чтобы игрок, который стоит один и его никто не держит, не взял мяч. И чтобы ты отдал своему игроку. Просто нужна очень хорошая реакция для того, чтобы увидеть мяч и среагировать вовремя. Кстати, вратарь – единственный, кому разрешено брать мяч двумя руками. Полевые игроки могут только одной рукой пасовать снаряд и отправлять в ворота. Водное поло в Уссурийске существует 8 лет. Последние три года наши спортсмены становились чемпионами Приморского края. Но во всех турнирах, где участвует Хабаровск, победа от уссурийцев ускользала. Поэтому здесь шла принципиальная борьба между давними соперниками. Хабаровск – это основной наш соперник по этому году. Последние два турнира мы им проиграли. Вот сейчас пытаемся взять реванш, но пока все очень сложно. Обойти хабаровчан уссурийцам так и не удалось. Наши спортсмены заняли второе место во всех трех возрастных группах. Впереди у уссурийских ватерполистов тренировки до конца июня. В июле сборы и каникулы до осени. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Далее в выпуске узнаем, как волейболисты готовились к уличному сезону, игр и с какой скоростью ехал победитель уссурийского веломарафона. Бойцов и борцов разных видов единоборств объединил уссурийский фестиваль. Он проходит уже в третий раз. Схватки на даянге и ковре посвящены сотрудникам правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебных заданий. Их память чтет подрастающее поколение, а организаторы турнира помогают семьям погибших сотрудников. Фестиваль борьбы собрал представителей четырех видов единоборств. Схватки проходили по правилам борьбы самбо, грэплинга, армейского рукопашного боя и олимпийской версии тэквондо. В этом году впервые к приморским спортсменам присоединилась команда из другой страны. Сегодня в наших соревнованиях они уже пришли на международном уровне, принимают участие спортсменами из итальянской народной республики. Фестиваль посвящен памяти сотрудников правоохранительных органов и силовых структур Приморья, которые погибли при исполнении служебного долга. Организаторы соревнований и главный партнер – фонд социально-экономической поддержки СОЭК регионам – ежегодно приглашают семьи погибших, чтобы они знали, что подвиг их родных помнят. Защита родины, она присвоит не только военное мнение, но и в мир. Еще раз хочу выразить благодарность организаторам этого партнерка и выразить благодарность руководству городов с туристами за то, что уже третий год она принимает и получит архивный долг. Со своей стороны Сидирская кубер-экономическая компания Будете дальше продолжать активно участвовать в самом месте. К этому обещаем, особенно если эти программы нацелены на развитие детского фонда. Открыли соревнования самбисты. Уссурийская команда против сборной из Китая дала старт поединкам. Первая схватка легла на плечи нашего земляка Виктора Мурашко. Минуту уссуриец. Все не мог удачно схватить соперника и выполнить бросок, о котором так просила тренер Кристина Сташкевич. Но к концу поединка Витя сумел по баллам перегнать китайского борца Чао Чи. Вначале не мог не достроиться, а потом уже собрался и все у меня получилось. В самбо на призовые места также претендовали команды из Краскина и Артема. Но хозяева ковра не уступили гостям медали высшего достоинства. Затем к поединкам присоединились спортсмены из других единоборств. В тэквондо по версии ВТФ основная борьба шла между местными воспитанниками. Единственные приезжие бойцы представили Октябрьский район, но взойти на вершину пьедестала им так и не удалось. Престижное место заняли тэквондисты, которые тренируются в 32-й школе. В грэплинге борьба шла только в личном зачете. Выступали борцы в шести весовых категориях. Между собой соперничали несколько уссурийских клубов. И бойцы из каждого смогли пробиться в победители. Завершили фестиваль представители армейского рукопашного боя. Здесь тоже шло личное противостояние. И все золотые медали достались уссурийским спортсменам. Волейболисты дождались тепла, чтобы начать играть под открытым небом. Первые партии на улице сыграли сборные городских команд. Неизменное место матчей – площадка на улице Плеханово. Пятый год подряд к Дню Победы волейболисты открывают сезон игр на площадке по улице Плеханово. Только сразу выйти в бой у них не получилось. Старая сетка пришла в негодность. И спортсменам пришлось часок потрудиться. Старая износилась, она вот лежит. Мы готовим новую, чтобы повесить ее. Наконец-то кончились дожди, голода. Можно уже в спешем постаре заниматься любимым делом. Вот только у нас пока небольшие трудности, но мы справимся. Немного работы и долгожданная игра. Прямо на месте участники разделились на пять команд. Денек выдался теплым и солнечным. Поэтому волейболистам пришлось приспосабливаться к яркому солнцу и новой площадке. Но разыгравшись, они уже не замечали эти факторы. Сначала тяжело после зала, конечно. Потому что не сколько ветер, сколько пространство широкое, теряешься. Первая игра всегда так примерно все равны. Поэтому солнце мешает. Но ничего, что делать. Турнир, как всегда, отличался необычными названиями команд. Перед началом матча игроки устроили мозговой штурм, чтобы придумать интересные названия. Данный турнир же посвящается 9 мая. И у нас команда называется «За Родину». В прошлые разы другие турниры назывались по-другому команды. У меня там родился либо мой первый сын, либо второй сын тоже называли. Либо Тимурова команда, ну и последующими именами. Лучший результат показала команда «За Родину». Серебро у сборной под названием «Победа» и волейболисты «Албана» заработали бронзу. 18 километров между селами округа намотали велосипедисты. Это первый марафон в сезоне для приморских спортсменов. Педали крутили по живописной дороге между селами Боневурова и Долины. Кто первым финишировал в гонке с раздельным стартом? Смотрите прямо сейчас. Стартовая, она же финишная отметка в уссурийском веломарафоне была в селе Долины. 30 смельчаков решили попробовать свои силы в гонке. Первым на вострел педали в сторону Боневурова Виталий Михеев. Настроение хорошее, прекрасная погода, всем участникам удачи, побед. Спасибо большое организаторам. Впервые такой уссурийский проходит, хорошее представительство с края. Этот веломарафон с раздельным стартом. Каждую минуту новый участник выезжал на трек. Его путь лежал до Барановского полигона, затем разворот и обратно к стартовой черте. Рельеф трассы позволял каждому гонщику пользоваться своими козырями. Лихие повороты, плавные переходы с возвышенности в равнину, гонки разного наклона и высоты. Это ждало спортсменов на всех 17 километрах дистанции. Групповые гонки позволяют спортсменам где-то отсидеться на колесе, как у велосипедистов говорят. А гонка с раздельным стартом, ты сражаешься только сам с собой, с рельефом, с ветром. И нет такой возможности за кем-то отдохнуть, отсидеться. Когда половина участников уже была в пути, первый стартовавший держал путь к финишу. Правда, его скорость оказалась не самой высокой. В общем зачёте Виталий Михеев десятый с двумя минутами отставания от победителя. Для большинства сложным оказался последний подъём перед разворотом. Пока одни прикладывали усилия для его преодоления, другие с ветерком мчались в обратную сторону. Средняя скорость гонщиков на дистанции достигала 40 км в час. Такой показатель зафиксировали датчики победителя Андрея Антонова. Велосипедист из Владивостока на дорогу затратил чуть больше 26 минут. Два его земляка расположились по соседству на пьедестале почёта. Серебро у Константина Солюкова и бронзу завоевал Сергей Захарчук. Теперь хорошая новость для любителей маунтинбайков. Следующими на старт выйдут именно они. 22 мая на горе Известковой пройдут соревнования по скоростному спуску. Начало квалификации в 13 часов. Сегодняшний выпуск завершён. Новый спортивный отчёт смотрите в пятницу в 20.00 на канале Телемикс. Это была программа «Неделя спорта». В студии работала Наталья Зайцева. Отдыхайте активно. До встречи. Партнёр программы «Автошкола фаворит». С нами все дороги принадлежат вам. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова